В 38-й раз проходит студенческий кинофестиваль в Авгике, а я очень хочу попасть в мир кино. Поэтому я пришла сюда, чтобы узнать у профессионалов, как это сделать. Ведь Сергей Эйзенштейн тоже начинал с малого. С 15 по 26 октября в Москве проходил первый этап международного кинофестиваля в Авгике, одно из самых ожидаемых событий для молодых режиссеров. Многие из нас нередко задумывались о создании собственной кинокартины, но меня лично всегда останавливал внутренний страх. Как и с чего начать? И стоит ли? Я приехала на церемонию награждения, чтобы погрузиться в атмосферу творчества и узнать, наконец, как снять собственный фильм. Как ты думаешь, как попасть в мир кино? Ну, все зависит от того, насколько большой у тебя талант и насколько большая у тебя мечта попасть в кино. Если ты прям вот так вот заинтересовался этим, то надо бы как следует зацепиться и идти вперед, не останавливаясь. Но для участников конкурса просто попасть в мир кино недостаточно. Важно запомниться своей работой и всего за несколько минут сказать о том, что тебя волнует. А оценивать фильмы уже будет профессиональное жюри. Именно они выбирают победителей в 15 номинациях. Лучший сценарий, лучшая режиссерская работа, лучшая актерская игра. Всегда приятно осознавать, что ты в чем-то лучший. Однако за этим словом стоят месяцы, а иногда и годы кропотливой работы. Все картины не могут быть. Естественно, программа состоит из каких-то наиболее ярких, может быть, работ. Хотя все, что делают ребята, это всегда все интересно. Фестиваль во ВГИКе запомнился мне прежде всего участниками, которые одержимы своим делом. Кинопроизводство – это большой труд. Но молодые режиссеры из года в год доказывают, что для создания собственного фильма нужны две главные вещи – желание и упорство. А еще поддержка. Вот и победители, выходя на сцену, благодарили прежде всего своих мастеров и команду. Спасибо большое своим мастерам, Владимиру Балитовичу Мишову, Владимиру Ивановичу Тумаеву. Но зрительный зал поразила одна из участниц фестиваля – Анастасия Штанке. Девушка рассказала, как она работала над своей картиной без команды. При этом ей удалось забрать приз номинации «Лучшая режиссура в неигровом кино» за фильм «Тысячи лиц». Это у меня невероятные впечатления, которые я сейчас испытываю. Но на самом деле для меня важнее то, что моя работа смогла как-то задеть зрителя. И каждый из зрителей смог для себя найти в ней что-то. Для меня это самое важное, пожалуй. Интересная победительница в номинации «Лучшая актриса» – Виталия Корниенко. На момент съемок ей было всего пять лет. Главная героиня фильма «Девочка и дерево желаний» обогнала на фестивале своих профессиональных конкуренток. Ну а гран-при первого этапа 38-го фестиваля в ГИК получил студент Дастан Мадалбеков. Он снял фильм «Калифорния» о молодом человеке, который родился в Москве, но является этническим кыргызом. Разница, что ты кыргыз, сын кыргыза. Я кыргыз, она кыргызская. А ты как русский. Скажите, а как вообще попасть в мир кино простому человеку, если он интересуется пока именно? Так, и я думаю, для этого ничего особо не надо. Если ты любишь, интересуешься, то от себя и зависит. Не надо даже и учиться. Любишь, делай просто. Именно здесь я поняла, что успех хорошего фильма кроется в той самой истории, которая способна задействовать за живое зрителей. Кроме этого, важно найти единомышленников, людей, с которыми приятно работать над картиной. И, конечно, ничего не надо бояться, в том числе и экспериментов. И тогда мир кино откроет вам свои двери. Мария Асоева, Николай Волков, Ксения Римбалюк. Высшая школа телевидения. МГУ.